Всем привет, меня зовут Константин, я веб-дизайнер. В сегодняшнем видео я расскажу про инструменты для прототипирования ваших проектов, с помощью которых вы за несколько минут сможете проверить гипотезы вашего проекта и собрать сценарий для первичного анализа. Но не будем долго со вступлением, так что поехали. На сегодняшний день 5 самых известных и простейших инструментов для создания прототипов вы наблюдаете на своих экранах – это Marvel, InVision Studio, Adobe XD, Figma и Sketch. В этом видео мы разберем эти программы поверхностно, я распишу плюсы и минусы, покажу в целом, как выглядит интерфейс. И в следующем видео мы поэтапно рассмотрим прототипирование в каждой из этих программ. Первый инструмент для прототипирования – это Marvel, как вы видите на экране. Интерфейс довольно-таки понятный, все кнопки под рукой, все довольно-таки просто. Плюсов у этого инструмента достаточно много, но я выделил самые основные. Это простота и удобство в использовании. Автономность. Можно работать без редактора, то есть через браузерную версию. Достаточно зарегистрироваться на сайте marvelapp.com и непосредственно работать уже через браузер. И также есть инструменты для совместной работы и тестирования. То есть вы можете создать дизайн непосредственно в Marvel и уже через Marvel протестировать, посмотреть реакцию пользователей и внести какие-то коррективы. Помимо этого есть плагин для скетча, то есть можно все свои проекты переводить с скетча в ваш личный кабинет Marvel. И уже непосредственно с Marvel работать, носить какую-то анимацию и работать с прототипом. Минусов в данном инструменте я не нашел, работаю давно уже с ним и в принципе мне он очень нравится. Второй инструмент для прототипирования это InVision Studio. Он идентичен, интерфейс его идентичен тому же Marvel, как вы видите. В принципе все то же самое, все просто. Ну то есть расположение кнопок, только другое. Библиотека анимации может быть чуть отличается. В принципе все. Ну да, у InVision Studio вот один из плюсов это развитая экосистема дополнительных сервисов. То есть там можно включать разные сервисы типа Trello и еще большое количество сервисов. То есть все это есть в InVision Studio, вы также можете это посмотреть. У InVision Studio есть версия как браузерная, так и десктопная. Также есть возможность загружать файлы скетч и работать уже непосредственно с этими файлами в InVision Studio. Минусов я также не нашел, пользуюсь помимо Marvel и InVision Studio, но Marvel он пользует больше. Следующий инструмент нашей пятерки это Adobe XD. И как вы видите интерфейс уже не схож на Marvel либо InVision Studio, он больше похож на интерфейс скетча. Плюсов, как видите, я не нашел. Из минусов скудная анимация переходов и большая стоимость 644 рублей в месяц. В бесплатной версии только один прототип мы можем сделать. Здесь сразу наклевывается вопрос, для чего вообще я включил эту программу в наш список. Есть большое количество пользователей, которые пользуются данным продуктом, которые делают в этой программе интерфейсы, сайты. И я хотел рассказать, что помимо дизайна там есть прототипирование, в принципе, об этом тоже многие знают. Что мне конкретно понравилось именно в тех связях, что, к примеру, мы делаем связь с одного экрана на другой, либо с одной кнопки на экран. И при нажатии на эту связь сразу вылазит у нас окошечко, где настраиваются все параметры данного перехода. То есть какой он будет? Он будет выезжающий слева, выезжающий справа, снизу сверху. То есть все-все-все-все-все сразу. Нет никаких настроек в панелях и так далее. Вот чем меня, может, зацепила эта программа? Только лишь вот каким-то удобством. Все остальное как-то недоработано еще. Но время идет, появляются новые продукты. Я думаю, Adobe XD все-таки наверстает упущенное. Четвертый инструмент нашей пятерки для прототипирования это Figma. Как вы видите, интерфейс также понятный. Все находится под рукой. Справа мы видим три панели. Дизайн, прототип и код. Плюсов большое количество, но я выделил для себя три основных. Это один инструмент для всего рабочего процесса. То есть я здесь могу делать дизайн, сделать прототип, протестировать это все. И в дальнейшем вытащить весь код из каждого отдельного элемента при верстке. За это тем он не стоит дополнительных денег. Есть расширенная версия для команд, но мне достаточно бесплатной версии для моих проектов. И также, что немаловажно, есть приложение под iOS и под Android под названием Figma Mirror. То есть, сделав прототип, я могу через Wi-Fi посмотреть, как это будет выглядеть на экране смартфона. Из минусов программы это то, что Figma не работает без интернета. Это минус, но надеюсь, в дальнейшем его могут исправить. И завершает наш список инструментов для прототипирования. Это программа Sketch. Очень удобная программа. Как вы видите, я приложил интерфейс последнего обновления Sketch 52. Сделали более все красиво. Интерфейс более удобный. Много дополнительных инструментов, кстати, для прототипирования появилось. И видно, что Sketch не сдает свои позиции. И не сдает свои позиции Figma. Из плюсов я выделил три основных. Это возможность интеграции с другими сервисами. То есть, можно экспортировать свои файлы в Marvel, InVision Studio. И уже непосредственно работать в тех программах. Потому что версии анимации в тех программах больше, чем в Sketch. Потому что Sketch изначально был создан только для дизайна. И прототипирование там только появилось в 49 версии. Второе, немаловажное, это стоимость программы. Программа стоит всего 99 долларов в год. Что немаловажно при работе в этой программе. И с 52 версии появилось приложение, как и у Figma. Только называется это Sketch Mirror. И она только под iOS. Из всех минусов могу выделить только один. Он запускается на Mac. И все. Это не очень удобно. К примеру, я работаю в Sketch из-за большого количества плагинов. Но, к примеру, сделав проект, я могу передать его разработчику только у того, у кого есть MacBook. В этом и минус непосредственно для меня, но, в принципе, и для многих пользователей. Спасибо за просмотр. Если видео было тебе полезным, ставь лайк, подписывайся на мой канал. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И смотри прошлые выпуски на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok